Сегодня в выпуске «Получим результат». На новом заводе нашли применение низкосортной древесине. Главное, чтобы костюмчик сидел. Мы походили, так ничего мы и не выбрали. В чем дети пойдут на линейку и где новые школы откроют, спросим у главного учителя города Андрея Степанова. Водителю не раз и кнется. Думать надо, когда едешь. Из-за повреждения мост на Салаирском тракте закрыт, ремонт может затянуться. О событиях, явлениях, а главное о людях, точнее в ближайшие полчаса. В студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Сегодня в Тюменской области открылось еще одно крупное производство, четвертое из 15 запланированных до конца года. Под Заводоуковском запустили завод по переработке низкотоварной древесины. Для строительства она практически непригодна. И учитывая то, что этого сырья на нашей территории очень много, мы его используем где-то порядка всего лишь до 20% от того объема, который нужно вырубать, потому что иначе лес начинает гнить на корню. И это все-таки возобновляемое сырье, поэтому вот это производство, которое появилось, оно очень важно. Потому что как раз вот эта низкосортная древесина здесь переходит в тот товар, который востребован на рынке. Завод рассчитан на 30 рабочих мест. Он будет выпускать до 30 тысяч кубометров продукции в год. Суммарный объем инвестиций – более 120 миллионов рублей. И еще о производственных успехах. Тюменцы показали соседям, чем богаты. На агровыставке в Челябинске свою продукцию презентовали 33 наших сельхозпредприятия. Чем они отличились и чему сами удивились, расскажет Инна Михайловская. На ледовой арене «Трактор» агропромышленный комплекс Уральского федерального округа уместился. Представителям вроде и не холодно было, хоть и лед почти под ногами. Шесть стендов по числу субъектов, на которых достижения сельского хозяйства. Экспозиция Тюменской области на этой выставке представлена в несколько ином формате. Но главное то, что здесь все абсолютно натурально. И продукция, которая представлена, и даже оформление. Вот, пожалуйста, яблоко, так яблоко. Подсолнух, так подсолнух. Еще до официального открытия выставки губернатор Владимир Якушев смотрел экспозицию. Особое внимание информационным терминалам. И столь богатый стенд подтвердил, что область по-прежнему лидер среди субъектов Уральского федерального округа. Тюменская продукция уходит в другие регионы и себе хватает. Мы сегодня закрываем по всем позициям. У нас нет проблем ни с чем, за исключением мяса говядины. Здесь у нас еще есть некий дефицит. Он где-то 35-38% от нашего внутреннего потребления. Поэтому это вот это направление, которое на сегодняшний день у нас еще не закрыто. На турпродукты от 33 предприятий Юго-Тюменской области распределены по отраслям или секторам. Птица, мясо, рыба, овощи и так далее. У каждого дегустация. Блоган данной выставки Тюменской области звучит как Тюменская область технология отличия. Поэтому мы выбирали молочную продукцию, которая как-то отличалась. Соседние регионы тоже удивляли посетителей. Так у принимающей стороны в центре экспозиции бассейн с рыбой ценных пород. Выращиваем 10 видов рыб. Среди них два уникальных вида рыб. Такие как большерот и бухало, и американский веслонос. Сегодня агропромышленная выставка завершила работу, а следующая, пятая, пройдет в Екатеринбурге. Инна Михайловская, Сергей Жернаков, Сибинфорумбюро. Кстати, на выставке ученые презентовали новые сорта зерна, например, овес-оболак. А пока же аграрии области убирают то, что посеяли. Урожай зерновых и бобовых собран на 18% площадей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем за этот же период прошлого года. Зато урожайность выше 21 сантиметр с гектара против 19 в 2012. В лидерах значится Тюменский район. Там уборочная компания подходит к экватору. Следом в списке передовиков Заводуковский и Упоровский районы. Что касается кормов, то запасы сена и сенажа даже больше, чем необходимо. Сейчас заготавливают силос. На сегодня есть 10% от потребности. Тем временем на освободившихся полях сеют озимые. Также аграрии готовят землю к следующему сезону. Вспахано 9% площадей. Далее у нас краткий обзор событий. Как поликлиника теперь может связаться с пациентом. Об этом и не только расскажут мои коллеги. Связь с поликлиниками стала обратной. Теперь не только пациенты звонят в регистратуру, но и наоборот. Таким образом операторы городского колл-центра регулируют очереди к врачам. То есть люди, кто-то отказывается в связи, ну по определенным, да, каждый по своим обстоятельствам. Кто-то уже прошел консультацию, допустим, обратившись там как-то вне записи или вне планово к доктору. Значит, это нам позволяет освободить записи за сутки до приема где-то порядка от 3 до 7%. Если говорить в абсолютных цифрах, это 30-70 записей за сутки нам позволяет как бы освободить. Пока обзвон осуществляется в качестве эксперимента. Он проходит на базе городской поликлиники номер 13. Но если опыт будет признан успешным, то уже этой осенью его переймут другие медучреждения Тюмени. Союз ветеранов Ямала весь следующий год посвятит патриотическому воспитанию молодежи. Такое решение было принято на очередном президиуме общественной организации. В нем приняли участие около 20 руководителей землячеств. На будущий год 70 лет Тюмянской области. И мы хотим, чтобы наши ветераны, живые свидетели освоения Севера, были в школах, были в техникумах, в колледжах и рассказывали детям, как открывались месторождения. Вот эти первопроходцы, которые открывали нефть, газ, геологи, это переоценить нельзя. Итогом встречи стало решение об издании сборника рассказов об освоении Севера. О них не забыли. В Тюмени появилась книга о 29 героях афганской войны. Все они живут в Калининском округе города. О них никто не знает в школах, как оказалось. Их фамилий нет в музее боевой славы. Эти ребята сегодня нуждаются в медицинской помощи. Поэтому мы решили об их судьбах, их устами рассказать школьникам и рассказать людям об участии в этой войне. Книга выпущена тиражом в 500 экземпляров. В подготовке участвовали активисты отряда «Поиск». На следующей неделе издание появится в городских библиотеках. Мир не без добрых людей. Детям, пострадавшим от пожара на Сахалинской 31, помогли собраться в школу. Тюменские предприятия совместно с представителями власти обеспечили около 20 ребят, в числе которых два первоклассника, формой, ранцем и комплектами ученических принадлежностей. Когда находятся люди и компании, способные подставить свое плечо, предложить свою помощь, это большой знак любому другому человеку, что он не останется один. Напомним, почти месяц назад в Тюмени в районе лесобазы полностью сгорело двухэтажное общежитие. Без крыши над головой остались более ста человек. Кто-то помогает чужих детей одевать, а многие родители до последнего не знают, в чем родной ребенок в школу пойдет. Строгая форма с 1 сентября обязательно для каждого ученика. В чем на торжественные линейки дети пойдут, выяснила Юлия Головина. Ну вот мы приобрели три рубашки, а форму мы еще не приобрели. А завтра нам уже в школу. Пока это все, что Надежда Петелина смогла подобрать для сына ко дню знаний. Продукция ателье, с которым родительский комитет заключил договор, ее не устраивает. Мы не можем подобрать. Они широкие, посадка сильно завышенная. Ткань брюк одна, темно-синяя в полоску, а жилет прилагается к этому совершенно из другой ткани. Чтобы третьеклассник Данил на торжественной линейке выглядел соответственно, семья обошла не один магазин, но подходящего по цвету и фактуре костюма нигде не нашла. Последняя надежда – школьная ярмарка. Ну мы походили, так ничего мы и не выбрали. Наверное, мы купим простой классический костюм. Максим, пойдем померим. Максим Снежин тоже идет в третий класс, но в отличие от Данила в школьной форме. Ее сшили на заказ. Мы очень довольны введением школьной формы. Именно в нашей школе, вот с первого класса у нас было введено такое правило. И на родительском собрании мы всеми родителями безоговорочно согласились. А вот педагоги к выбору цвета и фасона относятся менее придирчиво, чем родители. Для учителей важна не столько сама школьная форма, сколько те, кто ее носит. Как ребенка не одень, если он действительно хочет учиться, он будет учиться и в джинсах, и в футболке. А если, извините, он балбес, то его одень во фраг, от этого его успеваемость не повысится. В этом году за парты тюменских школ сядут почти 70 тысяч учеников. Большинство из них отметят День знаний, вытвержденный Министерством образования и родительским комитетом в форме. Впрочем, будут и те, кто из общего строя будет выделяться. Заказанные по интернету костюмы успели прийти не всем. Юлия Головина, Дмитрий Кондратенко, Сибинформбюро. Школа в боевой готовности. Два дня осталось для торжественных линеек. У детей новая форма, новые учебники, а кто-то и в новую школу пойдет. О готовности к учебному году подробнее расскажет наш гость, главный учитель города, директор департамента образования Андрей Степанов. Здравствуйте, Андрей Эдуардович. Здравствуйте, Ксения. Вот когда вы директор департамента, 1 сентября, оно для вас по-прежнему, это праздник цветов, волнение, вы ощущаете вот это? Вот как учитель, видимо, этого не искоренить, конечно, с большим волнением и большим ожиданием этот праздник ждешь. Но сегодня я его жду и как итог, старт всей большой работы, которая и предстоит, и той подготовительной работы большой, которую мы делали. Поэтому волнение бесконечное и ожидание. На линейке приезжаетесь к детям? На линейке. Безусловно. Безусловно. Вот, к счастью, еще те детки, которых я учил, они еще заканчивают школу, узнают, и это очень дорого и очень приятно, конечно. Ну, теперь о работе все-таки, да? Сколько школ у нас за лето отремонтировано, что успели сделать? Вот, каждая школа в той или иной степени прошла определенное обновление. Ни одной школы, где не готовились бы к приему детей, просто нет. Просто разные масштабы. Самые мощные масштабы эти были завершение наших комплексных капитальных ремонтов в девяти школах. И география этих школ, и от центра города, школа номер 25, как сказал наш губернатор Владимир Владимирович, практически новая школа возникла на месте приема. Капитальный ремонт. Да, ну, просто условия созданы для детей замечательные. Успели все закончить. Новая школа одна открывается именно 1 сентября? В этом году, 1 сентября, открывается школа номер 94 в Заречном микрорайоне. Это очень нужное там учреждение. Дожданное учреждение, это для всего образования нашего города, а уж для жителей Заречных микрорайонов тем более. К тому же, это вот школа и новый проект, и совершенно другие подходы. Вчера Александр Викторович Мор, глава нашего города, сказал, что он по-хорошему позавидовал тем детям, которые будут учиться в этой школе. Еще одна школа, если не ошибаюсь, сейчас строится застройщиком и будет сдана, передадут ее городу где-то в ноябре-декабре. Правильная информация? Мы надеемся, что школа будет готова к началу второй четверти, к ноябрю, после каникул. Надеемся зайти. В настоящее время активно достраивается школа. Точнее, идет внутренняя отделка. Это микрорайон Тюменский. Тоже очень долгожданная школа. Напряженная ситуация с местами и в дошкольных, и в школьных образовательных учреждениях. Школа еще больше, чем в Заречном микрорайоне. Это новый проект, который будет в нашем городе, ну, наверное, повторен, потому что и... Удачный, да? Удачный. Это просто, вот, вы знаете, это уже дворец. Это не школа. Это такие просторы, такие классы, такие холлы, спортивные сооружения. Ну, просто новый качественный уровень. И еще хочется про учебники спросить. Многие детки моих знакомых в этом году получили учебники. Это в основном начальная и средняя школа. Это что за программа? Федеральная, региональная и не разовая ли она? Будет ли она продолжена? У нас постепенно, планово идет этот процесс в нашей области. Программа федеральная, но переданы полномочия на объект, на субъект, на Тюменскую область. За счет регионального бюджета? Да, за счет регионального бюджета. В прошлом году мы зашли до четвертого класса. В этом году мы обеспечиваем всех новым поступлением учебников деток до шестого, седьмого класса. Но при этом всегда в нашем регионе детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации и другим категориям детей, всегда выдавались бесплатные учебники. И эта программа продолжается. Спасибо большое, Андрей Эдуардович. Я желаю удачи вам и, самое главное, нашим деткам хорошего учебного года. Приходите к нам еще. Я пользуюсь случаем поздравляю всех ребят, которые идут в школу, всех моих коллег-учителей, всех школьных работников и, конечно, всех горожан, потому что непричастных к школе людей в нашей стране нет. С новым учебным годом. Спасибо большое. Удачи вам. До свидания. Итак, День знаний по традиции начнут отмечать с 1 сентября. Одним из первых для школьников распахнет свои двери в Дворец искусств «Пионер». Там юных тюменцев познакомят с кружками по интересам. Поучаствовать в информационном шоу «Сила знаний» дети смогут в городской юношеской библиотеке. А на крыльце молодежного театра «Энгажемент» будет дан старт сказочному путешествию для малышей. Погрузиться в историю Великой Отечественной войны горожане смогут у кинотеатра «Современник». День знаний здесь отметят концертом с участием группы «Десантура» и тюменского барда Юрия Борисова. Это точнее. Спасибо, что остаетесь с нами. Автокресло вместо штрафа. Профилактический рейд под таким названием провели сотрудники ГИБДД. Они еще раз напомнили родителям о правилах перевозки малышей. Пока полицейские патрулируют у детских садов, а с 1 сентября подобные проверки будут организованы и возле школ. Если мы неделю назад проводили рейдовое мероприятие, у нас было нарушений, допустим, 8 без удерживающего устройства. А на следующей неделе мы уже видим, что это число у нас уменьшается намного. То есть люди прислушиваются на самом деле и ставят детские удерживающие устройства в автомобили. Кроме слов, влияют на ситуацию штрафные санкции. Сейчас за отсутствие автокресел родители каждый раз платят по 500 рублей. Но уже через несколько дней нарушение обойдется в 3000. Штраф грозит и водителю, повредившему Салаирский мост. Недобрым словом, его будут вспоминать еще долго. Движение на развязке частично восстановлено, но вот по путепроводу пока ездить нельзя. Три несущих балки требуют ремонта. Сколько он может продлиться, узнала Людмила Чепурных. Длинная пробка на Салаирском тракте – картина уже привычная. Проезд под мостом закрыт, а поэтому дорога от Тюмени до Верхнего Бора занимает минимум полчаса. Самые распространенные разговоры в заторе – осуждение водителя, что повредил путепровод. Ну, надо бы его закрыть. Было бы нормально. Думать надо, когда едешь. Вечером едем на дачу и проехать невозможно. Пришло сейчас вот так вокруг, через Березники, чтобы там вот не стоять. Чем всем-то рассказываешь? Сейчас движение на Салаирском тракте регулируется временной разметкой и инспекторами ДПС. Полицейские признаются, сейчас они выполняют роль справочной службы. Подсказывают дальнобойщикам, как и куда проехать. У грузовиков на Салаирке больше всех проблем. С большим грузом, потому что здесь участвуют дороги узкие. Сами видите, машины разворачиваются, они не входят. Приходится регулировать, показывать, объяснять. Но регулировщики здесь не задержатся. Сегодня специалисты закончили натягивать защитную сетку. Теперь осколки бетона не будут падать на машины. Проезд под мостом открыт. А вот на самом путепроводе на время ремонта движения автотранспорта не будет. Из-за поврежденных балок ездить по нему опасно. Движение по путепроводу, к сожалению, будет прекращено до окончания ремонтных работ. По нашим прогнозам, к сожалению, ремонтные работы могут затянуться до следующего года. На любую работу, на любой государственный рубль мы должны провести конкурсные процедуры. Водителя, что повредил опоры и скрылся с места ДТП, уже поймали. На водителя возбуждено административное производство за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Скорее всего, ему грозит штраф в тысячу рублей. Впрочем, одним штрафом водитель не отделается. Управление автомобильных дорог готовит иск в суд на фирму, где работает виновник происшествия. Она должна возместить затраты на обследование и ремонт моста. Эдмол Чапурных, Андрей Захаров, Сибинфромбюро. Какие еще места в центре и на окраинах города стоит объезжать, подскажет наш традиционный теленавигатор. Не планируйте свой путь через улицу Котельщиков. На участке от Профсоюзной до Елизарова идет капитальный ремонт. А вот на Рижской в районах школ рабочие будут приводить в порядок тротуары. Уже в эти выходные на торжественные линейки ученики пойдут по новому асфальту. Пассажирам не стоит забывать об изменении маршрутов некоторых автобусов. Так, 13, 14 и 17, теперь Широтный. Поворачивают на Николая Федорова, затем выезжают на 30 лет пообеды, Мельникате и вновь возвращаются на Широтную. Это все автомобильные новости. Будьте внимательны и удачи на дорогах. И еще о пробках. Проблему сегодняшнего дня тюменские историки связывают с прошлым, а точнее с первым генеральным планом города. Его велела разработать еще императрица Екатерина II. Интересные факты о застройке Тюмени отыскала Наталья Жукова. Между двух огней, а вернее разделительных линий, реки и железной дороги, областной центр оказался чуть более века назад. Впрочем, предпосылки к этому сложились практически с момента основания Тюмени. Заречная часть города стала заселяться торговыми людьми еще в 17 веке. С одного берега на другой перебирались с помощью переправы, которая работала нерегулярно. Порой в ожидании ее и людям, и обозам приходилось простаивать по несколько часов. В 18 веке, по указу Екатерины II, уездный город стал застраиваться по регулярному плану. И хотя многих зданий с тех пор не сохранилось, ровные ряды улиц отчетливо прослеживаются и сегодня. Бурное развитие Тюмени началось во время Великой Отечественной войны. Впрочем, по мнению специалистов, проблемы с транспортным движением – результат градостроительной политики советских времен. Считается, что эта модель была заимствована с Запада в конце 50-х годов при Никите Хрущеве. Она содержала принципы так называемой Афинской хартии, согласно которой городская территория делилась на функциональные зоны – жилые массивы, промышленные площади, зоны отдыха и транспортной инфраструктуры. Уже генплан 1987 года, развитие города Тюмени у нас предусматривалось до улицы Широтная. Далее считалось, что город Тюмень, нет у него потенциала у города развиваться дальше. Развитие нефтегазового комплекса вывело Тюмень из статуса среднего в крупные города России. И генпланом 2008 года решился вопрос о присоединении земель Тюменского района в структуру областного центра. Улица Федюнинского уже стала общегородской магистралью. И сейчас активно рассматривается вопрос о строительстве второго объездного кольца, которое будет проходить по землям Тюменского района за Червишевским кладбищем. Наталья Жукова, Роман Ченахов, Сибинформбюро. Пришло время о выходных подумать. Пока еще лето, успевайте гулять. Тюменцам предлагают послушать музыку или выйти на генеральную уборку. А место и время уточнит Анастасия Карабенко. Если бы пришельцы спросили, что у вас на земле стоит внимания, я бы дал им послушать рок, сказал как-то бас-гитарист «Ди Перпл» Роджер Гловер. Так вот, музыка, достойная инопланетян, будет звучать в Тюмени долго и громко. В городе состоится четвертый по счету рок-фестиваль «Катийсквадрат». В этом году на Тюменской сцене выступят Алиса, Калинов мост, Черный обелиск и анимация. В рамках фестиваля будут работать фото-выставка, детская площадка и мастер-классы по различным видам искусств. Фестиваль пройдет на 9-м километре окружной дороги на автодроме «Престиж». Рейсовые автобусы с заводами оборудования будут ходить с интервалом в 15-20 минут. Проводить последний день лета горожан приглашают в сквер Немцова. Тюменский арбат «Содружество» подведет итоги творческого сезона. На финальном мероприятии только самые яркие номера. Юные музыканты, школы рока и виртуозы, восточные красавицы из коллектива «Джинджер Трайп», а также рэпы и хип-хоп исполнители. Под сжигательные мотивы можно будет полюбоваться картинами тюменских художников и приобрести эксклюзивные вещи ручной работы. В тюменских музеях продолжается бархатный сезон. Субботней ночью свои двери откроет музей Машарова. Посетители ждут светский раут и театрализованные экскурсии. Одну из них проведет домовенок Кузя. Дети помогут ему отыскать верного друга Нафаню. Для взрослых приготовлен спектакль «Корзина с яблоками» по сказкам Сергея Козлова. Кульминацией праздника станет ретро-дискотека в саду. Делать уборку в одиночку скучно и неинтересно. Но стоит позвать друзей, процесс тут же становится увлекательным. Убедиться в этом предлагаем на Всероссийском субботнике. От вас подходящая одежда, все остальное предоставят. В Тюмени генеральная уборка состоится в районе ТЭЦ-2. Сбор в полдень на пересечении улиц Пермяково и Федюнинского. Автобусы организаторов довезут до места уборки и обратно. У меня на этом все. Хорошего отдыха и нескучных выходных. Анастасия Крабенко, Сергей Мякишев, Сибонформбюро. Конец августа особым теплом не балует, но все же есть надежда на солнечную осень. Каким будет сентябрь, нам ответил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. В двух словах, надо сказать, что в среднем сентябрь получится на пару градусов теплее, нежели положено по климату. Но и как в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя, количество осадков прогнозируется больше. Причем основное количество дождевых дней придется на середину месяца. Томных термометров в колебательном диапазоне плюс 17-22. Но вот вторая половина окажется достаточно прохладной. Плюс 10, плюс 15 градусов. И на сегодня это все. Хороших вам новостей и приятных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова